Музыкант «Здесь много холмов, океан я сначала не увидел, но побывав на Орлином гнезде, я увидел прекрасный портовый город, подобно Сан-Франциско или Сиэтлу. Люблю города, связанные с рыбалкой». Во время гастрольного тура по России Тим Истон начал вести блог для одного из крупнейших изданий, специализирующихся на музыке Американо. После своих первых выступлений в Сочи и Краснодаре Тим Истон написал, что путешествия помогают избавиться от стереотипов, и он ближе узнал русский народ. «Тур прошел великолепно. В России за три недели я увидел больше танцующих людей, снимающих селфи, чем за 10 лет в Америке. Я изучал русскую литературу долгое время и понимал, что у вас за страна. Я общался с русскими в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Есть стереотип, что русские много пьют водку. Это не так. Вы, как и американцы, любите пиво. И русские, кстати, больше смеются, чем я ожидал». Тим Истон родился в штате Огайо. Свою первую группу он основал во время учебы в колледже. Но главными музыкальными университетами и источником вдохновения он считает опыт путешествий и гастролей по США и миру. «Когда я был маленьким, я жил в Японии. Мой отец там работал. И, кстати, он в 70-х был в России. Я часто вместе с ним колесил по миру, может, поэтому путешествия стали моим пристрастием. Ездить по свету, узнавать новые страны, новых людей». Закончив колледж, Тим 7 лет играл на улицах и в барах Парижа, Лондона, Дублина, Амстердама, Мадрида и Праги. Эти годы стали временем становления его творческого стиля. В своих рок-балладах Истон рассказывает истории о жизни и о людях. Тим сочиняет песни в стиле фолк или американо. Это своего рода смешение различных традиций американской музыки – рок-н-ролла, блю-грасс, госпел, ритм-н-блюз. «Мне нравится старая добрая американская музыка, я люблю рок-н-ролл, меня вдохновляют Битлз. Они показали американцам, как может звучать их музыка. Я также люблю Боба Дилана, сейчас слушаю Владимира Высоцкого. Я люблю поэзию. И по прилету к вам я пошел к памятнику музопоэту». За три десятка лет Тим Истон проделал путь от уличного музыканта до автора альбомов, с которыми заключали контракты крупные студии звукозаписи. Его композиции попадали в американские чарты, звучали в кино и на телевидении. В настоящий момент его дискография насчитывает более десяти сольных дисков. Многочисленные записи с различными группами и исполнителями. Свой последний альбом Истон записал в 2018-м, после чего совершил большой гастрольный тур по Северной Америке, Японии и Европе. Этот релиз Тим посвятил 30 годам неразрывной дружбы с Пако, акустической гитарой. «Эта гитара – мой лучший друг. Мы с Пако уже вместе 30 лет. Я начинал музыкантом на улицах Европы. И этот альбом – это любовное письмо моему другу. Я горд играть на этой гитаре в России. Вот эти все потертости – это следы моих рук». Дмитрий Беломеснов, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. Новости на восьмом.